Незаконная и самовольная постройка стала небольшим камнем преткновения для строителей новой трамвайной ветки. Правда, ненадолго. В скором времени ее ликвидируют и рабочие смогут до конца проложить выход из тоннеля. А пока, несмотря на это, строительство идет по графику. К Новому году обещают 90% готовность. Земляные работы, считаем, что выполнены на 99%, вот с оговоркой, на невынесенные ангары. Бетонные работы выполнены на 50-55% в полном объеме. Ну и, соответственно, также ведется комплекс работы по гидроизоляции, обратной засыпке, дренаж, извлечение свай. К концу следующей недели начнем укладку верхнего строения пути. Основные земляные работы сосредоточены в районе улицы Дальней, где приступили к устройству тоннеля. Его длина – 388 метров. Тоннель прослужит для беспрепятственного проезда трамваев, не пересекая Дальнюю. А к нему уже начали прокладывать трамвайные пути. Протяженность всей линии составляет почти 2200 метров. Темпы работы ценил глава города Олег Фурсов. Я думаю, что все основания говорить о том, что объект будет сдан досрочно, у нас есть. В феврале, значит, линия сдается уже под опытную эксплуатацию. Вывешиваются так называемые тролли, которые обеспечивают питание трамваев. И в марте мы увидим с вами эксплуатационные испытания. Какие-то возможные природные катаклизмы строители не пугают. Я удовлетворен тем, что увидел. Очень неплохие темпы, настроение хорошее людей, уверенность. И, вы знаете, даже есть гордость от того, что они участвуют в подготовке ЧМ-2018. Проектом предусматривается еще и строительство трех новых тяговых подстанций общей мощностью 9000 кВт. Они обеспечат бесперебойное выполнение нового графика движения подвижного состава. Всего на объекте трудится до 200 человек и около 40 единиц техники. Линию планируют сдать в конце апреля 2018 года. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.